Два человека погибли и от четырёх до восьми пострадали в результате взрывов боеприпасов на складе в городе Сватове, расположенном в части подчинённой Киеву Луганской области. Местная администрация сообщила только что, пожар потушен, но приступить к борьбе с пламенем не могли очень долго. Хроника и версии в репортаже Ольги Князевой. Зарево такое, что светло как днём. Густой столб дыма поднимается над городом. Мощнейшие взрывы гремят с периодичностью в несколько секунд. Пожар на арсенале в городе Сватово Луганской области начался сутки назад. Загорелись три с половиной тысячи тонн боеприпасов. По оценкам военных, это примерно 400 грузовых вагонов. Под завязку набитых ракетами для реактивных систем «Град», «Смерч» и «Ураган». С первыми взрывами город охватила паника. Ох, его! Наташа, обхубь, хат! Верма, бегом! Осколки снарядов разлетались в разные стороны. Попадали в дома, больницы, школы в радиусе до трёх километров. Вот он торчит из земли и, может, ещё даже не разорвался. Сюда приедут взрывотехники. Если будет возможность, они будут пытаться его обезвредить. Под огненным дождём оказалось 400 жилых домов. Это примерно 6 тысяч жителей. Треть населения Сватова. Площадь пожара – 9 тысяч квадратных метров от ушений. Даже спустя несколько часов не могло идти речи. Было опасно. Люди всю ночь просидели в подвалах, ждали эвакуации. И только под утро с помощью спасателей смогли покинуть опасную зону. Не спеши, да вещи забирайте, потому что цены так всё быстро. Около 5 тысяч человек выехали из города самостоятельно. Полностью эвакуированы пациенты районной больницы. В неё попало больше всего снарядов. О масштабах случившегося в Сватово официальный Киев сегодня говорил с осторожностью. Сначала в администрации президента не подтверждали информацию о погибших. И говорили, что пожар скоро будет потушен. Но военные эксперты на украинских каналах утверждали обратное. Склад с таким большим количеством боеприпасов. Гореть будет долго. Снаряды будут взрываться в течение достаточно длительного срока. Возможно, 3-5 дней. И собирать их будут примерно в радиусе 5-7 километров. А значит, рано говорить и о причинах возгорания. Следователи смогут работать на месте, только когда пожар удастся полностью потушить. Однако в СБУ уже назвали случившийся терактом. Якобы склад загорелся из-за попадания сигнальной ракеты. Другая версия неосторожная. Обращение с огнём. Ольга Князь, Иван Иток, Мария Михневич. Первый канал. Киев.